Сынная Царь, Сынная Святого Духа, праздник Спаса Преображения, один из двунадесятых праздников, смысл духовный, всех праздников, которые надлежит почитать и в праздник в церковь ходить и праздновать, то есть упраздняться от суеты, извлечений и всяких плотских дел. Упразднитесь и уразумейте, я как аз есен Бог. В чем же духовное содержание? В том, что, братья и сестры, дается от Бога сверхъестественная сила, духовная благодать, сердца, которая воздействует на наши умы и сердца, помогает вспомнить события преображения и помогает же уяснить его догматический смысл, его содержание. И в этом предмет праздник, ни в чем другом. Мы обращаемся мысленно к самому Господу, который возвел своих лучших учеников Петра Якова и Анны на гору высокую и преобразился перед ними, и явились ему Моисея и Илья, беседуя с ними о страстях, о страданиях его, грядущих в Иерусалиме. И Петр, и Иоанн, и Ияков, полениться. А перед этим, Петр, наставничий, хорошо нам где быть, сотворим здесь три кучи, три сии, тебе, Ильи и Моисею. И когда глагол осенил их облак, Дух Святый, и упоявшийся, когда вне душа облак, и глаз был из облака, и сей есть Сын Мой подвозгубленный. Такого послушайте, о Нем же благоволим тот же глаз, что и на Иордане в крещении Господа. И Господь заповедовал никому не говорить о поведении, донди же Сын человеческий из мертвых воскресных. Хотя перед этим предупредил, что есть стоящая из Деп, которая не в путь смерти, как видит Царство и Боже, пришедшее в силу. В чем же духовный для нас урок? И, как говорили в Старе, как писалось в старых руководствах по Гомилетике, в чем прилог нравственный этого праздника? В том, что здесь учение Церкви о благодати, которое удостаиваются христиане, еще живя на земле. И мы не можем эту благодать, вот в чем учение, удержать. Она есть дар Божий. И хотя апостол Петр сегодня в послании нам, в апостольском, вспоминает это событие, и глаз этот, который мы слышим на горе святого, это воспоминание его, это не есть дело его опыта земного. А это и есть дело опять благодати, что Бог дал ему вспомнить. И каждый день давал ему вспомнить заново. То есть вот как мы встаем с утра, осеняем себя крестным знамением, и говорим веру во единого Бога, и отца Вседержима. Мы это не можем себе, братья и сестры, удержать. Мы заново, каждый раз заново привлекаем сходвигом, с трудом, с мирением, молитвой. Верой. А наибачи сам Господь Бог дает нам по своей Его милости. Заново. Всю веру. Полностью. И воспоминает Дух Святой. Глаголы Божьи. То есть заповеди Его, закон Его, который в сердцах вписан в христианство через совесть, возбуждаемую от Ангела-Хранителя. Благодат. И все, что мы имеем, мы имеем благодат. Не можем себе это приписать, и не можем никуда с собой взять. Только если Богу угодно будет застать в этом покаянии. И как же надо всегда со страхом проходить житие христианское. И не оглядываясь на вчерашний день, как говорит апостол, забывая заднее, простираясь переднее. Это не значит идти к светлому будущему и стремиться к каким-то целям земным намеченным. О нет! Это значит наоборот забывать свой вот этот самый так называемый экзистенциальный опыт ничтожный. И если говорят, например, иногда слышишь среди русских, что, например, талант не пробьешь. Правильно. Земной талант не пробьешь. А речь здесь не о земном. Мы не можем его с собой взять в карман, положить из-за пазуха. Не можем. Вот в чем дело. Вот в чем урок. Знавал я братья и сестры одного диакона, который служил и очень благодатно в храме всех, которые очень радостны на Ордынке. Звали его Вячеслав Полосин. Теперь он тьфу, отступник. Снял с себя крест и теперь называется Али Полосин. При нем магометанство. Иуда, предатель. Выручила его благодать Божия. поменялся ему, поменялся ему, что он служил перед престолом Божиим и причащался с верой и молитвой святых животворящих тайн. Где все это осталось? Скажите. И он будет с Иудой гореть в аду на самом дне, где все предатели. Ей воистину. это говорит для того, чтобы мы боялись полагаться, как некоторые. И сейчас это очень популярно и модно. говорит, я это переживаю. Я это знаю по опыту. И такой человек неблагонадежен. Это очень опасно. Забудь свой опыт. Припади ко Христу. И каждый раз, когда готовишься к святым тайнам, когда кхаешься, когда испытываешь совесть, как ничего не знающих, как новопранец ты должен быть, как заново рожденный во Христе, только так. И вот Господь таких-то и милует, и возводит на гору святую свою. И мы в праздник преображения так и молимся. Господи, послей свет Твой и истину Твою, там и настависты, и ведостами в гору святую Твою. Надо бы заново, братья и сестры, каждый день, Божий, решать этот заново вопрос жизни нашей главной. Кто мы? И откуда нам дана от Бога жизнь? вот из Его пронзенных рук. Мы не сами себя сотворили. И Он не спросился у нас. И поэтому мы Его купленные рабы, а не кто-нибудь. И от Его милости, и в Его руку дыхание наше. А мы ничто, чтобы не превозноситься, когда Господь дает и прощение грехов, и мир душевный, и радость необыменная. Залог будущей иконы и радости, о которой апостол говорит, в деньница взойдет в сердцах ваших, то есть утренняя звезда, когда смерт не страшна бывает. Но не полагайся и не приписывай себе. Мученики были, которые уже проходили мученичество и пали. Потому что превознесли. Да высияет и нам грешка, свет твой пресносущный, молитвами Богородицы, не случайно ведь добавляй. Как же надо смиряться, чтобы устоять на этой высоте. И какую нужно иметь совесть, тщательную, незапятнанную, братья и сестры. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Баса преображения. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова